здравствуйте друзья вы видите меня тут на такой как сказать мастерской тут мастерская тут же заправочка у меня там крыло было помятым знаете что поеду к я вот по этой дороге раз уж таком месте оказался было крыло помято как-то по-идиотски получилось я запарковался и какой-то рядом стоял трак а громадный не знаю как так в общем он потом там стал не никогда я заезжала когда я выезжал уже там был этот трак и какое-то место узкое было у стеночки в общем я был абсолютно уверен что спокойно проеду и чего-то вдруг как-то вот я его зацепил потерся там не знаю обо что по бампер короче справа вот от и одну дверь и вторую так немножко ну слегка помял можно сказать поэтому надо кое-что над какую-то работу произвести и ой господи все как-то руки руки не доходили знаете вот по это надо пойти машину взять бренд тоже время и как но в общем все это надо организовать вот к счастью светлана взялась за организацию и я уже так вот послушно там приехал по сам показал значит там посмотрели дали мне цену назначили прям возле нас тут есть мастерская недалеко от места где мы живем этого удобно вот ну и в общем так вот говорят четыре дня нужно чтобы выпрямить металл и покрасить уж что было как родное все хорошо и сделали мне оценку в 1350 долларов так что я не знаю дорого недорого но мне неудобно как-то неприлично ездить по мятому так вроде приезжаешь солидный дядька под 100 кило и машины вроде так тоже не бросовая и вот и помятый и поцарапанный в общем как-то нехорошо вот такая такая жизнь с утра я немножко позже сегодня сейчас где-то 10 40 утра я еду в офис потому что вчера так получилось что у меня вечерний класс был с 7 вечера до 11 первое занятие самое вот а перед этим у меня по понедельникам еще онлайновый класс то есть я так быстренько его ровно там 7 остановил и побежал вот сюда то пять часов можно сказать у доски час в виртуальной и 4 физической была группа новенькая совсем и я первый урок в каждой группе виду потому что моя задача рассказать как бы о школе и о том что мы от них ожидаем ну и вообще можно тестирование тоже говорит как бы они должны почувствовать профессию немножко и в свете вот последних наших мыслей о том как как бы процессу совершенствовать значит я им вот по-другому урок построил у меня в принципе есть слайды я по ним так иду это уж надо не знаю последние много лет потому что первый урок он как бы по времени но не зависит от того там тестируем мы в основном там веб-приложение или мобильные мать и над на первом уроке не сказывается но тут что-то я так от слайдов отошел и начал с вопроса я бы но вот ребята вы я бы мы правильно так я понимаю что собрались чтобы именно работу найти они просто вот учиться некоторые любят вот они поржали год до почему-то пришло 45 человек пришло сидела в классе я я надеюсь это не все студенты потому что они но студентов меньше комната вмещает классная комната вмещает но как-то три недели назад мы говорили о том что группу вряд ли соберется потому что там было всего четыре человека человеков считают по оплате то есть было время когда мы считали по людям которые сказали что придут а дальше выяснялось что кто-то не пришел там еще чего-то и какой-то бардак выходе а кому-то уже отказали ну и мы сказали значит считаем по оплате вот по оплате три недели назад было четыре человека когда я собирался в класс идти я говорю так сколько оплачено год 25 я буду 25 хорошо это хорошая группа 25 человек для вечерней группы то что на а тут я захожу их 45 но выяснилось потом вот кто-то пришел послушать кто-то пришел с кем-то но не знаю в общем есть неделя вот они у них был в понедельник первый урок а второй будет в понедельник на следующей неделе и эта неделя как раз вот дана для того чтобы завершить процесс скорая идет шумит именно чтобы завершить процесс и ровно вот формирование групп ну короче громадная толпище и я вот им говорю что как мало ребята для чего мы тут значит пытался выяснить если кто-то кто так с интернета свалился там на веб-сайте почитал и пришел не оказалось ни одного то есть все откуда-то кого-то знают или там на нашем канале вот там был паренек он как я никого не знаю я ваш канал смотрю ну хорошо меня знает может это может быть не лично не было ни одного человека который бы вот откуда ты взялся совсем со стороны бывают иногда там я бы сказал процентом 10 вот так день-то веб-сайте нашли пришли и остальные так по рефералу но дальше я им говорю давайте ребята вот мы с вами вместе погенерим а я буду на доске записывать из-за чего так бывает что человек пришел и вроде бы и учился и и не доучился и не пошел работу искать или там на интерншипе было потом значит все одно но вообще вот почему люди до конца не доходят и я ему говорю вот на статистику я там за последние четыре года привел статистику там трудоустройство плейсмента в течение шести месяцев до по окончании и но все равно процентов 20 же не находит так на круг значит куда делись эти 20 процентов что произошло поэтому и вот мы так вместе погенерили и пришли к хорошим выводам которые я хотел чтобы они подумали на эту тему но читать чего это бывает и после этого м году раз такое дело да у нас есть есть еще такое упражнение мы опрашиваем всех то есть в классе я на доске записываю образование которое у него есть и опыт работы ну допустим там вот сидел дяденька один он хирург был симпатичный парень он пять лет работал хирургом там медик так получается так что образование медицинское работал по медицине там врачом типичная комбинация скажем образование инженер-механик там продавал покрышки где-нибудь или там верно в сервисе работал или там саппорте где-то работал зависит от того в какой стране это происходило и как давно но надо сказать что и американцы то есть люди которые в америке получали образование не так часто работают по полученному образованию ну вот мы выясняем какой как бы бэкграунд уже и образование сказывается на результат и чем человек занимался тоже сказывается поэтому это и другое важно мы так прошлись по этой группе и там но вот эти 45 человек они коротенько так сказали я все это на доске записал чтобы видно было всем и действительно группа оказалась на редкость технической в отличие от наших я бы сказал такой средней группы то есть в средней группе половина была бы там река у тим какой-нибудь или там бизнес более широком плане а вторая половина поделилась бы между я не знаю там юристами преподавателями там русского языка в молдавской школе но такого плана много таких странных сборная солянка было бы ну и конечно было бы там парочку-троечку таких инженеров там электрикал инжиниринг или даже компьютер сайенс но с каким-то там с проблемами либо там закончила университет там в индии приехала вышла замуж пять лет не работала вот пришла или допустим пять лет работала там даже там программистом или тестер вышла замуж приехала в сша там восемь лет не было разрешения на работу вот наконец появилось разрешение там двое детей дети подросли хочет работать ну вот это как бы обычная была бы группа но здесь довольно много было инженеров много инженеров механиков так прилично пациентов может быть 15 компьютер сайенс и электрикал инжиниринг но наверное еще процентов 20 такая хорошая инженерная группа такая сильно вот то есть в этом смысле я был очень доволен много судеб покалеченных иммиграцией ну вот потрясающе дядька сидел математик по образованию а в иммиграции он чего-то я не знаю по моему он не из индии откуда-то вот может быть афганистан может быть иранец не знаю может быть и из индии тоже но как-то там не больше напоминал вот допустим иранцы и черти чем занимался здесь до этого был очень приличным таким на приличных позициях все дела вот математик по образованию как я стал вот а тут черти чем занимался там что-то там продавал по мелочи свой бизнес было тут продавал и там продавал никогда денег не зарабатывал и в общем потому что дядька очаровательный совершенно видно по нему что хороший мужик мог бы очень-очень многого в жизни достичь ну вот так как-то иммиграция по многим людям особенно постарше хорошо так колесом проезжает вот такие дела а после этого я им дал задачку задачка из компании орако ну точнее была компания такая называлась то ли и этот эту тулью орако прикупил где-то четыре года назад что ли и вот в этой талии они до сих пор у нас иногда практика кстати берут в этой талии была задачка давали страничку на на веб-сайте играет вот страничка найди все ошибки которые видишь причем руками трогать не надо то есть все это визуально вот что видишь глазами и там есть такие как бы совсем примитивные там слова там с ошибкой написано или может быть допустим в нескольких местах там какие-то даты стоят и они в разном формате здесь они с дешими а там они со слэшами и так далее то есть вот так такое как бы на внимательно где-то чего-то пропущено не хватает в общем нам изумительный тест там наши ребята в разных группах там находили в общей сложности там хорошо так за 30 ошибок ну вот я вам говорю давайте поищем мне важно было показать первое что они могут второе что они ничего еще не знают да вот и вдруг раз пошли значит там и начали ошибки находить то есть вот такой естественный такой процесс и даже просто здравым смыслом иногда достаточно обладать вниманием и уже поперли ошибки со всех сторон поэтому так хотел чтобы они почувствовали себя уже тестерами успешными так они находят после чего я все это записал то есть они меня их разбил на 5 групп и они от каждой группы рапортовали там бажочек вот дальше получалось что многие бажочки были как бы связаны с другими которые надо не пишешь 1 напишешь же сразу несколько потому что они там такой связка идут related bugs так называемые поэтому так мы написали то может быть с десяток баг репортов с ними я писал то есть моя задача была показать структуру баг репорта мы заодно обсудили там может быть три четыре правила написания баг репортов еще раз у нас есть отдельное занятие по написанию баг репортов и мы там обсуждаем так правил на чтоб 15 но в данном случае мне важно было показать продемонстрировать чтобы такая активизация произошла в общем вот на этом месте мы и закончили первую половину пошли значит закусить там перекусить может что лет кто ну и дальше я уже все-таки достал свою презентацию это вот довольно быстренько по ней там добежал до каких-то мест существенно вот такой такой был урок я его неожиданно для себя вот так провел а прикольность то что завтра у меня еще один такой же с утра но там на час больше не 4 часа опять да что мы еще сделали мы побродили по рынку труда мы пошли на дайс посмотрели сколько там работ есть вот за сделали поиск за три дня до чего три дня три дня это в понедельник вечером три дня это значит суббота воскресенье и понедельник вот мы сделали поиск оказалось что в наш на нашей территории здесь в кремниевой долине мы обнаружили 450 позиций за три дня и это только на дайси вот конечно там фильтрация должна произойти то есть там где-то senior где-то менеджер где-то там может быть какой-то очень продвинутый но так там понятно что примерно там скажем половина из них вполне можно значит уже резюме посылать если дойдет до дела или скажем так когда дойдет до дела поэтому очень важно понимать что есть работа что ты не вне не в по коме в каком-то и вот эти иллюзии я уж не знаю там откуда они берутся на много народу вот в иллюзиях и они говорят что вот если там не автоматическое тестирование тоже и работы нет и ну такая ерунда несусветная просто вот полным полно работы для тестера такой ручной другое дело что не надо всю жизнь заниматься ручной там получил первую работу вот те уже какая-то субсидия пошла и сиди изучали изучай языки изучает программирование изучает средства автоматизации что следующая работа была еще лучше а в какой профессии надо вообще сидеть и вот все же там на начальной позиции сидеть девочкой понимаете это шерпили там мальчиков надо расти мужать матереть вот так что надо было им показать это все и есть такая прикольная штучка если пойти на на google и сделать поиск на the happiest job in america the happiest job in america и первый раз значит я в 2012 году увидел значит вот этот обзор и в журнале forbes можете представить впервые в журнале forbes у такого уровня журнал там упомянули тестирование программного обеспечения с ума сойти и тестеры были на первом месте вот этот софт фрак валы ти ашо раз был на первом месте в двенадцатом году в тринадцатом был по моим на втором ну не суть я я для для смеху показываю не то что там это the happiest job in america то есть люди довольны те кто этим занимается наверное по разным причинам довольны в общем тоже мне хотелось им показать что все не так плохо так я тут размахнулся ну и где же я встану вот эти вот так приезжаешь на работу в любимый офис друзья и нету места у билдинга но у нас есть другое место мы там деньги за него отдельно платим и там у нас студенты паркуются там табличка стоит написано студенты паркуются здесь вот сейчас мы туда поедем вот пожалуйста наш студент на экранах у вас был так телефон звонит на на мне уже из офиса звонят и думает где где наш начальник сейчас мы запаркуемся и отправимся в офис все друзья я с вами прощаюсь на сегодня на сегодняшнее утро так скажем